МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «В порядке» в студии Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Как приморец хотел нажиться на незаконном сбытии алкоголя, а в итоге уголовное дело? Преступная схема врачей скорой медицинской помощи раскрыта. Как приморские эскулапы умело монетизировали сообщения о смерти граждан? Перестрелка на автодороге Дефрис потрогал остров Русский. Личность подозреваемого установлена. И коварное убийство на почве ревности в Артеме. Подробности далее. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Фигурант незаконно приобрел для последующего сбыта алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, общая среднерырочная стоимость которой составляет на тот момент не менее 2 миллионов рублей, что является особо крупным размером. При этом фигурант не являлся предпринимателем, участником или учредителем какой-либо организации и не имел соответствующую лицензию. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, врач станции скорой медицинской помощи получила лично от лиц, осуществляющих деятельность в сфере похоронных услуг, взятку в виде денег в сумме не менее 230 тысяч рублей. Деньги передавались ей за совершение в пользу последних заведомо незаконных действий по предоставлению им поступающей к ней информации о смерти граждан. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичные действия привлечены 6 сотрудников станции скорой медицинской помощи. Также установлен посредник. В настоящее время двое подозреваемых задержаны. В отношении них избрано мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу. На автомобильной дороге Дефрисов из огнестрельного оружия был ранен в голову 39-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проведен осмотр, изъяты гильзы от оружия. Личность подозреваемого установлена. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. В сторожевой будке на территории Артемовского городского округа обнаружено тело 72-летнего сторожа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастна 42-летняя супруга потерпевшего, а также двое мужчин, недавно освободившихся из мест лишения свободы. По версии следствия, женщина познакомилась с отбывающим наказанием 46-летним мужчиной и после его освобождения стала встречаться с ним. Фигурант стал ревновать ее к мужу и решил совершить его убийство. 19 июля 2023 года фигуранты приехали на работу к потерпевшему, зашли в сторожевую будку и совершили убийство. В настоящее время все взяты под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова